Повесть «Вечный жемчуг» Владислав Крапивин издал в 1978 году, через год после повести «В ночь большого прилива». В журнале «Уральский следопыт» и она стала завершающей частью трилогии. Дальше все три книги публиковали только вместе, одной книгой. В этой повести мы наконец узнаем настоящее имя Валерки – Иту Ларио Ден и его новый титул – «Светлый штурман». Настоящее имя братика мы так и не узнаем. Ден готовится в дальнее плавание. Его мир начал возрождаться и, в частности, уже восстановил морские походы, но пока только на парусных кораблях. В ходе повести также выясняется, что раньше, до нового средневековья, этот мир располагал высокими технологиями, не уступающими нашим технологиям современным и, возможно, их и превосходящим. Но главная интрига повести не в этом. Иту Ларио Ден на очень высоком уровне овладел своими высшими способностями. И это, в частности, позволило ему предсказать, что наши миры расходятся, а значит, друзья встречаются в последний раз. И у них, кстати, появляется еще один друг. Опять из нашего мира, и, понятно, этот новый друг тоже юный. Друг и сосед нашего главного героя – мальчик Володька, у которого тоже оказались высшие способности. И который тоже поэтому сумел пройти мир Валерки и братика, и который сразу, практически мгновенно, очень сдружился с братиком. Но, получается, они сдружились для того, чтобы расстаться навсегда. Можно сказать, эта повесть – грустная повесть прощения. Но, понятно, дальше начинается новое, очень большое приключение. Оно совершенно неожиданное, но и, понятно, смертельно опасное. Более того, из него очень мало шансов выйти живыми. И мальчишкам опять пришлось очень многое пережить, что сделало их спонтанную дружбу еще крепче. А герои все опять мальчишки. Главный герой его зовут Сергей. В этом мире опять стал мальчишкой. Но есть интересная деталь – на этот раз он стал мальчишкой и не сразу. Какое-то время ему в этом мире пришлось побыть взрослым. Видимо, потому что миры расходятся. Кстати, им в этом мире удалось зажечь над этим миром новую звезду. Самую настоящую звезду. В этом мире такое возможно. Впрочем, в нашем тоже, как следует из других произведений Крапивина. Эта звезда оказалась для этого мира очень и очень полезной. Кстати, со звездой здесь очень дальний прицел. Если вспомнить, кто такие те, которые велят. Этот прицел вполне понятен. Звезды, к счастью, не всегда зажигают сволочи. И в очередной раз происходит великое и совершенно невозможное чудо. Чего, кстати, совершенно не ожидают мальчишки. Но если разобраться, это чудо совершенно закономерно. Я, понятно, не могу рассказать, что это за чудо, чтобы не раскрывать сюжета. Но я расскажу, почему оно стало возможным. Как я уже не раз говорил, правда, не в отзывах о произведениях Крапивина, согласно теории Бартинни, наш мир поражен изначальным эволюционным уродством. Инферном. Которое превращает жизнь всего живого в нашем мире в вечное страдание. Вечную пытку. Это извращение, кстати, и ведет к тому, что звездами, то есть хозяевом положения в этом мире, становятся мерзавцы. Их извращенные души, вернее, сущности, больше подходят, больше приспособлены к извращенному миру. Именно поэтому звезды и есть, те, которые велят. Впрочем, в этой повести их, к счастью, еще нет, но сути это нисколько не меняет. Но есть одна маленькая деталь. Извращен только наш мир. Душа нашего мира, к счастью, еще не извращена. Кстати, душа нашего мира по Крапивину – это мальчик, Яшка Скидзен. Мальчик-звезда опять, в очередной раз без кавычек. О нем, надеюсь, мы еще поговорим и поговорим подробно в соответствующих отзывах. Это, кстати, опять, но ни разу не сказка. Как человек может быть душой многих вселенных, особенно если эти вселенные виртуальны, или эти вселенные, как сказали бы индуисты, майя, на мой взгляд, лучше всего показал украинский, ученый нейробионик, кибернетик и специалист в области, как раз самоорганизующихся системы Кузьменко, своей эпопеи «Древо жизни». И именно поэтому тот, кто сумел пробудить в себе высшие способности своей души, сильнее даже звезд. Сильнее звезд в прямом смысле этого слова. Мерзавцы тоже могут пробудить высшие способности своего сознания, но душа мерзавцев мертва, то есть необратимо изуродована. Они, так сказать, нравственные калеки. Если в прямом смысле сталкиваются силы душ, добавлю для того, чтобы было более понятно, энергетические силы душ, преимущество всегда будет на стороне душ нравственно полноценных. Это то же самое, как если на физическом уровне вступают физически полноценный человек и калека. Более того, энергетический потенциал нравственно полноценных душ больше и намного больше, чем энергетический потенциал даже звезд. В том числе и звезд без кавычек. Если, конечно, звезды без кавычек – это те, которые велят, а не Яшка Скидзен. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!